Здравствуйте дорогие друзья! Меня зовут Александрова Светлана и сегодня я хочу поговорить о комнатных растениях. Садовый сезон у нас короткий, с мая по октябрь и конечно же мы хотим заселить наши квартиры, наши дома, все наши подоконники комнатными цветами. Но недостаточно их просто поселить у нас дома. Необходимо, чтобы наши комнатные цветы были ухоженными и здоровыми. Только тогда они действительно будут радовать глаз. Если вы соберете все комнатные цветы в одном месте, вам проще будет создать для них определенный микроклимат. И влажность, и температурный режим, и освещение. Я свои цветы собрала на балконе. Он у нас утеплен, но не отапливаемый. Средняя среднесуточная температура здесь на балконе 18-20 градусов. Это вполне оптимально, чтобы растения не вытягивались, но нормально вегетировали. И дополнительно создано освещение, потому что все-таки зима и день у нас короткий. Недостаток света сразу же скажется на состоянии растений. Например, бальзамин и пеларгония я использую для летних цветников. И потом необходимо мне эти растения черенковать. И как же я могу их черенковать, если оно ослаблено, больное? Этого нам допустить нельзя. И нужно, чтобы у нас тут дома были все растения здоровыми, ухоженными и красивыми. Необходимо, чтобы световой день был 12-14 часов. Я свои цветы досвечиваю лампами дневного цвета. Ну, к примеру, если вы утром встаете на работу, включили дополнительное освещение. Днем смотрите, оставлять его или нет, в зависимости от того, пасмурный или солнечный, хватает ли цветам освещения. И вечернее время с 4 до 9-10 часов еще дополнительно досвечиваю свои цветы. И помимо дневного света я использую специальные лампы светодиодные с теплым и холодным спектром. Сейчас в садовых центрах достаточный выбор таких ламп. И вы можете прийти в наш садовый центр Виктория и тоже купить такую лампу. Очень удобно, очень хорошо отзываются растения на дополнительное освещение, на дополнительное досвечивание. Вот, например, каланхоя. Не получив нужное количество света, оно просто бы не смогло зацвести. Для наших растений необходимо два спектра. Красный, так называемый теплый, он необходим для зеленой листовой массы, для роста именно вегетативной части растения. И холодный голубой спектр необходим для корней растений, чтобы хорошо развивалась корневая система. Лампы практически не греются и можно их вплотную ставить к нашим комнатным цветам. И самое главное, они не вредят человеческому глазу. Так что вы можете спокойно включать эту лампу и не беспокоиться за свои глаза. Еще одно очень важное обстоятельство, которое почему-то пренебрегают наши цветоводы-любители, это питание растений. Все считают, что растения нужно кормить, подкармливать в весенний-летний период. Но вот это как раз оптимально для садовых растений, когда идет теплый период, когда идет вегетационный период в саду. А наши комнатные растения, они в тепле живут круглый год. Вот посмотрите, в замкнутом пространстве у нас посажено растение. И хорошо, если вы регулярно пересаживаете или подсыпаете свежую землю. Но если вы не дадите ему питание и вообще перестанете его поливать, оно просто погибнет. Ведь в наших садах растения, живущие в открытом грунте, могут сами позаботиться о себе. Их корневая система найдет и влагу, и питание. Совсем другое наши комнатные растения, они живут в замкнутом пространстве. И если вы им не даете дополнительное питание, постоянного питания, то практически получается промывная система за короткий период времени. Всю, даже если вы положили туда хороший грунт, питательный, за короткий период времени вы чистой водой, а если еще их не отстойной, хлорированной, промываете полностью почву. И практически растение просто держится за этот грунт, использует его как опору. Но питания в этом грунте уже нет для растения. И развиваться, расти и цвести у них просто нет никакой возможности. Вот здесь, на балконе, где я собрала все свои растения, создался определенный микроклимат, влажность, температура. И я поливаю свои растения один раз в неделю. Этого вполне достаточно, чтобы они не пересохли, но и не переувлажнились. Как я делаю подкормки? Добавляю в каждый полив немного минерального и органического удобрения. Я их просто чередую. В один полив я наливаю минеральное удобрение, и в другой полив органическое удобрение. Совсем немного, не нужно много, нужно регулярно. Что я использую из органических удобрений? Вот можно использовать готовый гуми. Вот у меня уже закончился, и я купила брикет гуми и сама развела на литр воды. Необходимо его каждый раз взбалтывать, и достаточно одного-два колпачка на ведро воды, и регулярно поливать вот таким раствором почву. И минеральное удобрение я использую комплексную фертику для цветов, или универсальная. Ничего не нужно придумывать. Достаточно просто насыпать одну треть бутылки, наливая воды. И точно так же перед использованием необходимо хорошо взболтать бутылку, чтобы все осело, и взвесь использовать для полива. Точно так же 2-3 колпачка достаточно будет на ведро воды. И можно воспользоваться органическим удобрением Идеал. Оно полностью готово. Можно его сразу же использовать точно так же на ведро воды. Пару колпачков наливаете и поливаете свои растения. Помимо подкормок под корень, необходимо проводить и опрыскивание вне корневой подкормки. Ипин, циркон. Если листья ваших растений пожелтели, это скорее всего от недостатка освещения, опрыскайте их препаратом Ферабит. И еще один хороший препарат для вне корневых подкормок это Цитавит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова